Книга открытым оком, том 4, тема природа. Вопрос 1326. Человек ходит на охоту, убивает нечистых животных, зайцев и так далее. Так можно ли охотиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То, что для нас является домашним животноводством, для первых людей входило в охоту, потому что вполне вероятно, что домашних животных у Адама в первые дни не было. После согрешения человека вся тварь восстала против него, как источника смерти, и человек стал приручать животных, хотя по своей силе он намного слабее многих из них. Но Бог вложил в них страх, Бытие 1.28, и благословил их Бог, и сказал им Бог, владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Бытие 10.9. Он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому и говорится, сильный зверолов, как немрод. Перед Господом Богом. Бытие 25.27. Дети выросли, и стал Исаф человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Охота очень выгодное занятие. Не надо принимать роды и нянчить маленькое животное, не поить, не кормить, не строить стойла, загоны, хлевы. Один выстрел, и это же самое, уже твое, без всякого труда. Вся трудность заключается в том, чтобы ставшие дикими животные обнаружили себя и подпустили к себе близко. В житиях святых постоянно подчеркивается близость животных к людям, и их бесстрашие пред святыми. Вывалица сама приходила, чтобы ее подоили, а Ленуха каждый год приходила и отдавала своего детеныша. Лев работает, как вечное животное, а медведь принимает пищу из руки. Значит, тварь сохранила в себе памятование о райском блаженстве человека, когда человек еще не стал для нее палачом, и она его не боялась. Если тварь теряет это чувство и приближается к грешному человеку, не чувствуя его греха, он убивает ее, как охотник. Человеку-то не ставится вину, потому что после потопа, в силу ослабления жизненных сил организма, Бог позволил убивать животных и их мясо употреблять в пищу. Разницы нет, чистое это животное или не чистое. Человек смотрит только на выгоду. На охоте совершается преступление, убийство друг друга, а также откровение Божие, как у Плакиды и Евстафия. Священнослужителям запрещается охотиться и убивать животных. Логично было бы запретить им и употреблять в пищу мясо их. Еремия 6.16 Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, со всякого холма, из ущелья и скал. Не знаю, почему недвижная природа, мне кажется, подчас так явственно живой, как будто дышит все, от облачного свода до травки полевой. В раскатах вешних бурь мне слышатся угрозы, в прибое мощных волн напевы божества, и в эхо чей-то стон, и в шелесте березы влюбленные слова. И мнится небеса созвездия и скалы, мечтательно грустят и молятся, как я, и грезят ландыши склоненные бокалы о тайнах бытия. 1888 год. Константин Николаевич Льдов. Годы жизни 1862-1935. Под вопросом.